Добрый день, коллеги! Если меня видно и слышно, поставьте значок «Огонек». Я сегодня, да, в таких немножко походных условиях. Я нахожусь в Уфе, в командировке. Если кто-то из Уфы, то вот я рядом с вами, и, возможно, мы встретимся 15 числа на педагогическом форуме, ради которого я сюда и приехала. Вот, а если будет связь прерываться, то я обязательно вернусь, ну, условия немножко полевые все-таки. Но я постараюсь не пропадать и рассказать вам сегодня про границы ответственности педагога. Эта тема очень интересная и, на самом деле, она необычайно полезная и может уберечь педагогов от многих неприятностей и улучшить вашу работу по коррекции поведения наших замечательных деток. Сегодня мы с вами будем погружаться в медицинские термины, так что готовьтесь, но и не для того, чтобы сделать из вас врачей за этот час, который мы проведем вместе, для того, чтобы вы научились видеть границы, в которых пролегает ответственность ваша и ответственность, например, доктора, который лечит ребенка. Или ответственность родителей, которые должны ребенка к этому доктору отправить и провериться. Сегодня будет несколько практических заданий и я очень надеюсь, что наша цель будет выполнена и в конце занятия вы научитесь обращать внимание на какие-то определенные моменты, которые как раз и говорят о том, что вы подошли к границам своей ответственности и нужно передавать кому-то еще. Почему это так важно и почему я об этом говорю очень и очень часто? Какие неприятные моменты могут быть в жизни педагога, если он не видит эти границы? Но самый неприятный момент это когда вы что-то делаете для ребенка, вы корректируете его поведение, проходит месяцев 6-7, ничего с места не сдвигается абсолютно и тогда ваше начальство или родители этого ребенка вам говорят, вы плохой педагог, вы не смогли ничего сделать, вы не выполняете свои обязанности и другие неприятные вещи. Вот у кого так было, ставьте теперь огонечки тоже. И самое неприятное, что в душе закрадывается сомнение, я действительно ничего не смогла или не смог сделать. Почему? Я действительно плохой педагог, я действительно плохой психолог, что происходит, почему я не могу то, что меня научили, то, что я знаю, применить и помочь ребенку? Вот это одна причина. Вторая причина, это, ну то есть здесь мы говорим о том, чтобы не рушить свою самооценку, да, из-за того, что у вас не получилось справиться с поведением ребенка. Вторая причина, когда мы рассчитываем только на свои силы, на педагогические методы, становится хуже и хуже. Приходит какой-нибудь ребенок в группу и ставит всю группу на уши и нормальной работы не получается. Или приходит ребенок в класс и учеба у всех остальных детей прекращается. Убрать его очень сложно, невозможно, что делать тоже непонятно. И вот тогда тоже вам материал, который я сегодня дам, возможно поможет. Ну и третья причина, на самом деле она важнее, чем предыдущая две, ну по крайней мере по моему мнению. Это очень большой страх, ну у меня вот есть всегда этот страх, просмотреть и попытаться лечить словами то, что словами не вылечить никогда. То есть просмотреть какую-то серьезную болезнь, какое-то тяжелое заболевание психики, какой-то невроз детский. И ничего не сделать, не помочь ребенку и дождаться того, когда это уже будет очень ярко выражено и корректировать придется долго. Вот по этим трем причинам мы с вами сейчас немножко погрузимся в область других дисциплин и посмотрим, где же они ответственны, границы ответственности наши пролегают. Ну и мы с вами будем говорить о том сегодня, что на поведение ребенка влияет множество факторов. Внутри самого организма, вот вы видите круг из трех секторов, это то, что происходит внутри организма, любого человека и ребенка и взрослого. Внутри самого организма есть по крайней мере движение, есть мысли, есть эмоции, такая вот триадная организация человека. И каждый из этих компонентов способен влиять на поведение. И кроме того, снаружи, за границами тела человека есть еще множество факторов и их можно разделить условно на две группы. Первый это физиологические факторы и это социальные факторы. Вот такое вот большое количество факторов. Ну и согласитесь, что мы педагоги и психологи можем влиять на мысли точно, на эмоции точно. Мы не можем влиять на физиологическое состояние ребенка и мы можем очень опосредованно и, честно говоря, немного влиять на его семейную ситуацию. Вот. Каким же образом все эти факторы могут оказывать влияние на поведение ребенка? Давайте мы посмотрим, какие факторы относятся к физиологическим, либо биологическим и социальным. Физиологические факторы, то есть это телесное, это то, что от нас не зависит и от ребенка, кстати, тоже. То, что он чаще всего контролировать не может. Это общее состояние организма, то есть он здоровый на данный момент или он болеет. Арви, например. Или это ребенок с ОВЗ. Дальше. Это состояние центральной нервной системы, кроме того, гормональный баланс, возрастные особенности, потому что на всю вот эту красоту еще накладываются возрастные кризы, в которых ребенок ведет себя тоже не очень хорошо чаще всего. Но это связано именно с жизненным кризисом, с кризисом возрастления. И плюс к этому еще и половые особенности, потому что мальчики и девочки все-таки ведут себя по-разному. Ну и смотрите теперь, какие у нас есть социальные факторы. Особенности ситуации развития. Семья, положение в семье. Он единственный, он младший, он старший, он один из близнецов. Воспитание в семье и выученные модели поведения. Тоже очень сложно все это изменить. Личный социальный опыт, представление о правильных моделях поведения, ну и о простых поведениях в культуре. Фильмы, книги, игры, реклама, все то, что дети видят и этому стараются подражать. Вот сколько факторов. Ну и теперь давайте мы с вами попробуем определить, а какие факторы влияют на вот каждую конкретную модель поведения, которую я вам сейчас покажу. Смотрите, например, у нас есть две героини, две девочки. Первой девочке 5 лет и родители жалуются, что она плохо кушает. Они говорят, что всегда кушала хорошо, а сегодня не желает есть. Ну и дополнительно мы видим, что с утра она капризничает, вялая, слабая и у нее небольшой насморк. И, к примеру, девушка 15 лет, она тоже плохо кушает. И готовьтесь к тому, что я сейчас попрошу в чате ответить. Вот эта девушка 15 лет, год назад была полноватой, но за последний год очень сильно похудела и вытянулась. Еще мы знаем, что она постоянно вертится перед зеркалом, а в еде очень избирательно. Кушает в основном разнообразные овощи, ну и другую полезную еду. При этом считает, сколько калорий в этих несчастных овощах. У нас запрос один, жалоба одна, плохо кушает. Какие причины в первом и во втором случае работают? Давайте договоримся, что первый случай – это девочка 5 лет, а второй случай – это девушка 15 лет. Попробуйте написать свои версии в чате. Это физиологические причины и какие конкретно? Или это психологические причины, социальные причины? Что повлияло на поведение этих девочек? 5 лет физиологическое. Да. С чем связано, Андрей, вы, наверное, тоже догадались. Первая физиология – 15 лет психологии. Да, ОРЗ, скорее всего, то есть девочка начинает болеть, и в это время организм перестает нуждаться в пище на какое-то время, предпочитает режим голодания, потому что все силы брошены не на переваривание еды, а на то, чтобы сделать иммунную защиту. 15 лет психологические факторы, абсолютно точно. Психология 15, все ответы правильны. Здорово, здорово. Видите, как у нас интересно получается. Давайте еще. Усложняем задачу. Здесь у нас два варианта. Детки-ровесники. Ребенок 2,5 года не говорит. Мы знаем со слов врача, что он родился с глубокой недоношенностью и месяц был на ИВЛ. В настоящее время мы видим, что у него снижен тонус, а еще постоянное слюнотечение. И его ровесник, ребенок 2,5 года, не говорит. Он родился в срок без значимых патологий один из близнецовой двойни. До настоящего времени он воспитывался дома, а мама работает тоже дома, но в режиме домашний офис. Если кто-то не сталкивался, домашний офис обычно длится примерно по 12-14 часов в сутки. То есть она как бы дома, но ее как бы тут нет. Это у нас тоже примеры 1 и 2. Давайте попробуем разобраться. 2,5 года медицинские. Да. Видимо, первый пример, картинка, которая слева, надпись, которая слева. Медицинские причины. Да, и скорее всего, это физиология, это повреждение центральной нервной системы в результате вот такой вот сложной, тяжелой, драматической беременности и родов мамы. А второе, недостаток общения. И здесь есть еще очень важный маркер. То есть когда вы читаете какие-то кейсы или вам что-то родители рассказывают, то очень внимательно нужно смотреть на тексты, на слова. Недостаток общения. Почему? Почему он не говорит? Мама дома. Он еще и двойняшка. То есть у него есть братец или сестричка. Мама не уделяет внимания, но есть еще в причинах разбираться. Да, у мамы домашний офис, она деньги зарабатывает, ей некогда. И еще есть один очень важный фактор, смотрите внимательно. Нет опыта социального общения, верно, все абсолютно. А что еще есть? Вот прям такая причина, которая часто во внимание не берется, но она имеет огромное значение. Да, Олька, двойня. Двойня. И обычно дети из двойни, они настолько близко с друг с другом, близкое общение, что они часто в словах не нуждаются. То есть они друг друга понимают без слов, по жестам. У них невербальная речь развита хорошо, а говорить им незачем. Маме некогда абсолютно точно, а детям незачем говорить. И вот когда они в детский сад приходят, они вдруг с удивлением понимают, что говорить-то оказывается нужно, чтобы другие понимали. Нет необходимости говорить. Да, и это в данный момент причина очень важная, и здесь нужна дополнительная работа, дополнительная работа над тем, чтобы вот эту вот очень тесную, очень близкую связь потихонечку расширять и вводить в поле зрения каждого ребенка еще и других людей, кроме его двойняшки. Да, им и так хорошо. Вот, по поводу заговорить в три года, вы все помните про окна развития, да, и желательно бы не ждать до трех лет, вот ничего не делая, а этими детками активно заниматься сразу, как только мы увидели этот случай. Потому что потом будет все гораздо сложнее на самом деле. Вот, смотрите, то есть могут быть причины самыми разными, и как нам разобраться, какая причина, где здесь физиология, где психология, где семейная система. Давайте будем разбираться. Давайте мы с вами начнем с тех эпизодов, где у нас поведение диктовалось какими-то телесными вещами. Ну, например, все знают, что в нашем организме огромное количество разнообразных гормонов, и эти вещества являются регуляторами нашей деятельности, регуляторами нашего поведения. И весь этот набор гормонов, он практически управляет нашим поведением до такой степени, что иногда даже силы сознания нашего человеческого разума не хватает на то, чтобы это управление прекратить или изменить. Гормоны разные, я не буду обо всем рассказывать. Моя задача сейчас объяснить, показать, как это бывает, и, может быть, заинтересовать вас этой темой. Итак, давайте посмотрим на несколько гормонов, которые очень сильно способны влиять на поведение. Инсулин. Взрослые сталкиваются с инсулинорезистентностью, но, поверьте мне, дети тоже сталкиваются с ней, и часто диабет первого и даже второго типа стартует в детстве. К сожалению, все чаще и чаще. Основная роль этого гормона, этого вещества – доставка в клетки энергии. Ну и если уровень инсулина возрастает, тогда у человека возникают изменения, например, резкая потеря или набор веса, постоянное чувство жажды, кожный зуд, медленное восстановление после болезни, а еще перемены в характере, усталость, сонливость или, наоборот, раздражительность. И вы представьте себе, ребеночек стал усталым, сонливым или раздражительным, и что скажет его мама? Она может сказать, например, что у него испортился характер, что он плохо себя ведет, что он ленивый, только в последнюю очередь додумается до того, чтобы сдать кровь на гормоны и увидеть, что уровень инсулина поднялся. И еще один набор гормонов, который очень сильно влияет на поведение детей. Из совсем недавнего случая, при котором я не стала работать на консультации, вернее, клиенты отказались от консультации. Кто со мной не знаком, я практикующий психолог, работаю в Екатеринбурге. Так вот, мама на предварительном созвоне сказала, что у нее есть девочка, девочка-подросток, и в последнее время она распоясывалась в связи с переходным возрастом. Таким образом, она стала вредная, она стала очень капризная, перестала хорошо учиться, съехала на тройке с четверками, и еще она плохо спит ночами, и стала плохо кушать. И вот на этом моменте я сказала, стоп, хорошо, я сказала, я, конечно же, девочку приму, но вы, пожалуйста, сходите сначала к эндокринологу. Она говорит, зачем к эндокринологу? Хорошо, сдайте, пожалуйста, все гормоны, потом мы начнем уже консультирование. В результате они сходили к эндокринологу, и выяснилось, что у девочки избыток гормонов щитовидной железы, который и вызывал все эти поведенческие моменты. Очень просто можно было списать на переходный возраст и дать девочке поведенческую терапию, но при этом ее щитовидка не стала бы ни на чуть лучше. То есть вот такой вот вариант, когда ребенок становится внезапно капризным или внезапно раздражительным, вредным и плохо спит, либо такой вариант, когда ребенок становится опять-таки вялым, сонным, уставшим, не хочет учиться, набирает вес, становится таким толстеньким, перестает расти, становится отекшим. И это тоже момент важный, когда родители должны обратиться к врачу. Вот только три примера я вам привела того, как состояние тела влияет на поведение ребенка. А теперь сложный и каверзный вопрос. А как вам кажется, по каким определенным признакам мы можем отследить, что это все-таки физиология, а не поведенческие, не психологические проблемы? По каким признакам? Что нас должно насторожить и сказать, нет, ребята, мы вашего ребенка пока не будем переучивать, перевоспитывать, сводить никого его к эндокринологу или к другим врачам. А кожа, да, по коже, смена настроения, смотрите, смена настроения, она может быть и так, и так. Эмоции, они тоже могут быть результатом чисто психологических причин, а могут быть результатом физиологических причин. Изменение веса, изменение кожи, что еще? Сонливость, пассивность, да, сонливость, смена настроения, но смена настроения тоже может быть результатом других причин. Проблемы со сном, да, 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 настроение меняется, нет. Смотрите, проблемы, связанные с телом, с телеской, они всегда говорят о том, что идут неполадки в организме. Если вам родители говорят, что да, ребенок стал вредным, противным, и при этом каким-то образом упоминается вес, аппетит, дневные ночные ритмы, то есть, например, ночью перестал спать и днем спит, изменения очень резкие в тонусе, можно сказать, изменения в темпераменте, уважаемые коллеги-психологи, не начинайте консультировать без выписки от врача. Вот, это наша безопасность собственная, ну и это как раз границы нашей ответственности. То есть, если поведение завязано на физиологии, вы увидите какие-то еще изменения, которые касаются тела. И вот это первое главное правило, которое помогает нам избежать ошибок. Следующее. Еще неосознаваемая глубина проблемы, но поскольку я работаю с тренинговыми группами детей, и моя задача прямая – это работа с их психологическим состоянием, я вижу, насколько эта проблема глубока. Это детские неврозы. Детей-невротиков очень много, поверьте мне. Сейчас, когда я начну перечислять список признаков детских неврозов, вы увидите, что много ваших воспитанников, скорее всего, находятся в детском неврозе. Что это такое? Это функциональное нарушение деятельности центральной нервной системы. И что значит функциональное нарушение? Ну вот, водители есть у нас в чате? Кто водитель? Поставьте огонечки, пожалуйста. Есть кто у нас даже не столько водит машину, сколько занимается ее обслуживанием? Вот, огонечки есть. И вот представьте себе, что вы приехали к автослесарю, он посмотрел вашу машинку и говорит, да все нормально, все детали на месте, нужно вот только винтики подкрутить. Вот, это как раз аналог функционального нарушения деятельности центральной нервной системы. То есть, все работает хорошо, даже энцефалограмма хорошая, какие-то исследования хорошие, инструментальные. Но что-то нарушилось, и ребенок ведет себя не так, как должен был вести. Вот, а если, ну тоже вот аналог, чтобы было понятно. Если ваш мастер с машинкой смотрит и говорит, а вот тут что-то поломалось, эту деталь нужно заменить. Вот, это уже не функционально, это уже физиология. И здесь мы прямиком бежим к доктору, пусть он уже занимается своей работой. Что такое невроз? Это состояние, в котором ребенок не справился с вызовами окружающего мира. Или взрослый не справился, потому что взрослых в неврозе у нас тоже очень много, очень-очень много. И поскольку ребенок не справился с окружающим миром, он использует не копинг-стратегии, то есть не стратегии, которые приведут его к победе над этой проблемой, а он использует психологические защиты, разнообразные. Причиной невроза может быть либо какая-то острая, тяжелая ситуация, которая наступила внезапно, ситуация, которая вызвала у ребенка сильные переживания, и еще ситуация, которая может быть неострая, такая немножко неприятная, но она длится долго, неделями, годами, месяцами и так далее. И тогда она тоже может привести к неврозу у детей. Как мы можем понять, что у ребенка невроз? Вот вам признаки, которые также должны насторожить. Это усиленная тревожность по обычным поводам. Это сложности с переключением внимания. Это зацикливание на неприятных событиях и переживаниях. Навязчивые движения, навязчивые страхи, НРС, сосание пальца, грызение ногтей, ну и так далее. Читайте по списку, то есть какие-то другие модели поведения. Чтобы было понятно, как это работает, тренинговая группа 9-10 лет, и они очень шумные и достаточно конфликтные. И есть у нас такая светленькая полупрозрачная барышня, она спокойная, она в конфликтах никогда не участвует. Словами, кулачками тоже в конфликтах не участвует, дети иногда могут это выдать еще. Что она делает? Как только разгорается конфликт, и нужно группе этот конфликт решать, мы их этому учим, у нее начинает болеть живот. Реально, да, каких-то схваток. И раз у нее болит живот, она под этим предлогом выходит в коридорчик, принимает водичку, теплый чай, отдыхает. Когда конфликт заканчивается, она говорит, ну все, мне полегчало, и возвращается обратно. Она не симулирует, у нее действительно в ситуациях конфликта и в ситуациях, которые ей неприятные, непереносимые, начинает болеть живот. Когда стали разбираться с мамой, выяснили, что мама воспитывает хорошую девочку, и хорошей девочке запрещено испытывать плохие эмоции. То есть она не может сказать, мне это не нравится, я хочу уйти, или мне это не нравится, я хочу это исправить. Она должна терпеть. Ну вот, живот ей очень сильно помогает. Поставьте огонечек, если понятно. Ну и еще варианты невроза, которые встречаются очень часто. Вот про варушни, которая рассказала, это астенический невроз. То есть когда ребенок очень чувствительный к разным проявлениям окружающего мира, тревожный, расстроенный, ну и как раз боли в голове, сердце, кишечное расстройство, потливость и много-много чего еще. Бывает истерический невроз у особой категории деток с определенным психотипом, когда они в тяжелых ситуациях, вместо того, чтобы эту ситуацию решать, начинают, например, кидаться стульями или падать на пол и кричать. Это тоже невроз. И невроз такой нужно отличать от хорошо запланированной театральной истерики. Есть же театральные истерики, которые устраиваются для того, чтобы из мамы или из педагога выбить какую-то полезность для себя. А бывают невротические. Так вот, театральная истерика – это когда ребенок себя контролирует, то есть он визжит, кричит, но он на вас поглядывает. Так, реагируете вы или нет. Ребенок в истерическом неврозе смотрит в себя, в глаза, обращенные в себя. Кто видел, тот поймет. Дальше. Невроз навязчивых состояний – это когда ребенок придумывает разнообразные ритуалы, чтобы успокоиться. И вот здесь обгрызенные ноготки, завитые на пальчик кудряшки, расцарапанные царапки и так далее. Сюда же можно отнести какие-то ритуалы, которые ребенок себе устраивает. Есть у нас детки, у которых, например, телефон должен быть с собой, обязательно в сумочке такой через плечо, где-то под рукой. То есть как заменитель мамы. Или детки, которые приходят с игрушками и не дают эти игрушки никому у себя забрать. Вот, тоже детки запуганные такие. Ну и депрессивный невроз, смотрите, его часто пропускают, потому что считают это признаком лени. Особенно такие мамочки, очень активные, демонстративные. Представьте себе, у нее детеныш такой лежит вялый, слабый, ничего не делает, кушать не хочет, разговаривать с ней не хочет, и она начинает греметь там на весь дом, на всю школу или детский сад. Да, он такой-сякой, ленивый, и исправьте его, пожалуйста. И в такой ситуации может присутствовать склонность к суициду, поэтому здесь держим ушки на макушке, потому что детки проговариваются в своем интересе к вопросам смерти, либо они начинают рисовать, что такое загробное, связанное со смертью. И вот это уже такой серьезный звоночек для того, чтобы ребеночка показать все-таки уже специалистам. Ну и что мы делаем, если заподозрили у ребенка невроз? Давайте расстройство поведения расскажу, а потом чуть позже основную массу текста. Что самое главное от нас требует невротичный ребенок, от педагогов? Создать обстановку, которая будет спокойной, монотонной, повторяющейся и предсказуемой. Вот все неврозы и детские, и взрослые боятся спокойной, повторяющейся обстановки. Мы у взрослых людей неврозы начинаем лечить и консультировать в неврозе вот с таких вот простых вещей, как, например, вводить себе ритуалы пятиминутные каждый день и их выполнять. И это очень хорошо простраивает, человеку становится спокойнее. То есть мы создаем спокойную обстановку, мы ребенка заранее, честно, искренне предупреждаем про все перемены, которые произойдут в его жизни. Например, если вы знаете, что у вас пугливый, истеричный ребенок, и в этот день ожидается фотограф со всей аппаратурой, с лампами для того, чтобы фото делать детей, вы ребенка заранее предупреждаете. У педагогов, которые работают с особыми детьми, есть такая хорошая вещь, как социальная история. То есть ребенку сначала рассказывают подробно с картинками, что произойдет, и потом, когда уже это происходит, он не пугается. Вот такие все вещи на детках-невротиках тоже работают. Ну то есть на какое-то время его нужно укутать в некий такой кокон своей заботы и дать ему возможность отдохнуть от неврозов. Ну и, конечно, искать причину, но этим займется уже тоже доктор. И вот сейчас самое интересное – это расстройство поведения. Стойкое расстройство поведения, из-за которого у нас, педагогов, больше всего переживаний по поводу, почему я не могу ничего сделать. Итак, это психическое нарушение у детей и подростков, при котором они постоянно нарушают общественные нормы и правила. И это достаточно распространенно, потому что 5% всех детей страдают расстройством поведения. И есть некоторая гендерная зависимость, то есть у детей младшего возраста где-то до 10 лет расстройством поведения страдают больше мальчики. У подростков больше девочки, но это не потому, что мальчики переросли, а потому что девочки вступили в игру, и у них с началом кубертата, кто-то писал уже об этом, тоже могут возникнуть разнообразные расстройства поведения. И вот перед нами встает вопрос, а как понять, нам самим ребенка воспитывать или мы отправляем ребенка к психиатру? Заметьте, что это психическое нарушение, то есть оно лечится врачом-психиатром. Какие они бывают? Бывают расстройства поведения, которые проявляются только в семье. То есть ребенок находит дома кого-нибудь из своих близких и начинает его изводить. Обычно под руку попадают либо братья и сестры, чаще всего младшие, либо мама. Папу изводить как-то не очень удобно, маму, бабушку старенькую, братьев, сестер очень даже удобно. То есть дети обзывают, дети бьют, портят его вещи, вещи этого человека, могут убежать из дома, могут свои вещи испортить, но в других местах ребенок ведет себя как паинька. Кстати, случается и наоборот. Дома паинька, потому что там папа с ремнем, а в детском саду и школе он просто отрывается. Следующее, несоциализированное расстройство поведения. При этом дети склонны к физической агрессии. То есть это дети, которые дерутся и даже если им за это очень сильно попадает, они не перестают драться. То есть они себя остановить не могут. Почему мы говорим, что это состояние требующее лечения? Потому что ребенок при всем желании с собой справиться не может. И плюс к тому, раз ребенок так себя ведет, у него очень быстро нарушаются социальные связи. Сверстники их сторонятся. Старшие по возрасту их тоже начинают бить в ответ, поэтому они сами не связываются. Дети замкнутые, изолируют себя от общества. И часто по этим самым причинам им начинает казаться, что все им желают зла. А раз все желают зла, надо бить. И вот эта дрочливость, она еще увеличивается. Вот такой вариант. Можете написать в чат, у кого такие детки есть. И прекрасное, оппозиционно вызывающее поведение. Это тип расстройства, который приходит лет в 9-10. И это дети, которые спорят вообще со всеми. Со взрослыми, со сверстниками. Они не дерутся, они не портят вещи, но это очень тяжело. Что бы ему ни сказали, он скажет нет. Также дети обвиняют в своих ошибках других людей и пытаются на маму повесить стыд, вину, еще какие-то сложные чувства. И это поведение очень неприятно и окружающим, и поверьте самим детям. Ну и почему возникает такое расстройство поведения? Первое, это физиологические процессы. То есть это опять-таки функциональное расстройство, которое ребенку мешает. Ну и чаще всего, вот опять-таки по опыту, может быть врачи, если есть действия у меня, подкорректируют. Или если увидят вебинар, подкорректируют. По моему опыту наблюдений, самая такая частая причина, это когда у ребенка есть минимальное нарушение мозговой деятельности. Часто неврологи пишут этот диагноз. Или последствия родовой травмы иногда тоже пишут. Но при этом тормозящая функция нервной системы угнетается. То есть у нашей нервной системы, как у машины, есть газ и тормоз. Газ это вот на разгон, на то, чтобы мы были активны, а тормоз на то, чтобы мы иногда успокаивались. Так вот, если ресурсов у организма маловато, тогда первым вылетает тормозная функция, потому что для природы важно, чтобы человек все-таки был активным, пусть и не уравновешенным. Вот, также дисбаланс гормонов, тех же гормонов щитовидки, разные метаболические нарушения, ну и такие более страшные неприятные вещи, как серьезные органические нарушения центральной нервной системы, эпилепсия, родовая травма, церебральный паралич. И часто это лечится, ну, серьезными препаратами на самом деле. Дальше. Это психологические особенности своего ребенка, потому что мы же все разные. И здесь может быть и эмоциональная неустойчивость врожденная, и способность, тоже врожденная какая-то способность к меланхолии, да, темперамент у него такой, много чего. Семейные отношения. То есть, если в семье патологический стиль воспитания, родители конфликтуют, папа пьет, маму бьет, мама папу бьет и выгоняет из дома, что-то еще, и это длится долго, тогда у ребенка формируется модель поведения, и она становится патологической. То есть, он с нее уже сам уйти не может. Каким образом это формируется? Один раз ребенок использовал модель поведения, и почему-то она сыграла ему на пользу. И потом он будет уже на автомате это все время повторять, повторять и повторять, пока где-то на уровне подсознательном, на уровне инстинкта все это не закрепится, не отложится. Вот, тогда мы уже вынуждены серьезно лечить. Ну и давайте теперь и здесь мы с вами попробуем развести границу, а где все-таки вот просто плохое поведение, потому что ребенок захотел себя плохо вести на данный момент, а где уже расстройство поведения как диагноз. На что обращаем внимание? Это постоянное подавленное дисфоричное настроение, то есть он каждый день говорит, «Все плохо, все ужасно». Обращаем внимание, если есть гиперактивность, если есть депрессивное состояние, и ребенок говорит, что лучше бы умереть, если бы не мама, я бы давно умер. Депрессивное, сказала уже, снижение познавательного интереса, то есть ему не любопытно жить, нормальному ребенку жить любопытно. Низкая популярность в группе детей и социальная дезадаптация. Это значит, что он не знает, где и как себя вести. Правильно. Вот. Пролистнула я какой-то очень интересный комментарий. Сейчас попробую вернуться. Гуар пишет, «Я бы поставила семейные отношения в первую очередь. Все начинается с семьи и хорошее и плохое». Да, на самом деле, вот тот список, который я дала, это не иерархия, это просто перечисление. И семейные отношения очень важны для формирования моделей поведения. Все правильно. Итак, как отличить? Как отличить от обычного непослушания? Первое. Такое поведение длится дольше шести месяцев. То есть вы полгода работаете, 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 ничего не получается. Сейчас тоже свой случай клиентский расскажу, недавний, который меня, честно говоря, изумил. Дальше. Ребенок плохо себя ведет в любой ситуации. Часто поведение не соответствует ситуации. Ну, например, ребенок вреден, да? Ребенок, который от всего отказывается. Ребенок нормальный, с нормальными моделями поведения. Например, мама скажет ему, давай мой посуду, он скажет, нет, не хочу. Для определенного возраста это нормальное поведение. Например, для начала подросткового возраста. А если мама говорит, мой посуду, нет, не хочу. Пойдем в кафе пироженок поедим, нет, не хочу. Давай мы с тобой сказку почитаем. Не хочу. И везде не хочу, даже когда ему предлагают что-то очень приятное для него. Это ребенок, который плохо себя ведет в любой ситуации. Ситуация поведению не соответствует. Дальше. Вы сделали уже все, что можно. И психолог сделал все, что можно. Результатов нет вообще. И цикл поведения не меняется, обратная связь не учитывается. Что такое обратная связь и что такое цикл поведения. Смотрите. Вообще для человека свойственно свое поведение изучать. Это делается очень быстро. Мы не всегда это отслеживаем даже, но тем не менее у нас вшита эта способность. Ну, например, тоже из группы. Мальчик поспорил с девочкой, стокнул ее кулаком. Девочка заплакала. Был скандал. Разбирали поведение мальчика. Говорили, что так нельзя. В следующий раз мальчик поспорил с девочкой, посмотрел на нее, кулачок свой почесал, взял ведро с лего, вывалил девочке на голову. Девочка заплакала, но уже не так сильно. Поведение разобрали, в конце посмеялись. Все. В третий раз девочка его тоже чем-то задела, он кулачок почесал, на ведро посмотрел, сказал, слушай, мне не нравится то, что ты говоришь. Давай ты больше так не будешь говорить. Девочка изумилась и наконец-то замолчала. Вот. Это цикл поведения с обратной связью. То есть он получил обратную связь, что так нельзя, тебе же хуже будет. И он так больше не делает. А у ребенка с патологией поведения ничего не меняется, даже если есть обратная связь. Вот. И обратите внимание, что мы, педагоги, вот с этим справиться не сможем. Поэтому мы очень мягко и бережно направляем маму к такому специалисту, как к психиатру. Потому что неврозы и вот такое вот патологическое поведение лечится у детского психиатра. К нему добавляется работа с психологом. Чаще всего в методе когнитивно-поведенческой терапии, либо групповые тренинги. И плюс к этому идет медикаментозное лечение, седативное средство, нейролептики в небольших дозах. Ну и да, мы с мамами в очень хорошей связи, поэтому, когда ребеночек приходит, например, и из ужасного хулигана в один момент он превращается в нормального, заинтересованного ребенка, я могу подойти и спросить, что давали. Они говорят, вот такой-то, такой-то препарат, одно восьмое минимальной дозы, то есть какую-то крошечку, и на него подействовало. Вот, то есть здесь такое комплексное лечение. Ну и здесь мы уже знакомимся с первой фигурой, с которыми должны провести наши границы, это детский психиатр. Это доктор, он занимается лечением деток до 18 лет и лечит психические нарушения. Сюда мы относим неврозы, навязчивое состояние, стойкое поведение, плохое поведение. Сюда же мы относим разнообразные тики, приступы эпилепсии, галлюцинации с бредом и много всего еще. Также он, да, есть психотерапевт и психоневролог. Сейчас всех разведем по своим кабинетам. Вот, кроме того, психиатр дает заключение для садика школы, ну и, собственно говоря, освобождает от экзаменов, оформляет инвалидность и много чего еще делает. И когда стоит обращаться к психиатру? Вот я сильно постаралась и сделала мелким шрифтом все-все-все случаи, которые только возможны. Поэтому вы лучше посмотрите с презентации. Хорошо? Ну вот, по крайней мере, в дошкольном и раннем школьном возрасте, если вы видите, что поведению ужасному сопутствуют какие-то еще телесные проявления, то вы отправляете к психиатру. Гиперактивность, заторможенность, недоразвитие речи, заикание, страхи, хождение во сне и много-много всего еще. Туда, к нему, и пусть он разбирается сначала, но потом. В подростковом возрасте нарушение поведения, то есть агрессивность, жестокость, бродяжничество, уход из дома, суицидальное намерение и так далее. То есть, в принципе, в подростковом возрасте хорошо воспитанный, здоровый ребенок, несмотря на пубертат и гормоны, все-таки ведет себя прилично. Вот. Он может спорить с родителями, он может отстаивать свою точку зрения, но он точно не будет бить, грабить, воровать и уходить из дома. Дальше. У подростков упорное ограничение приема пищи со стремлением похудеть. Это наши барышни, которые сначала стремятся быть как модели, а потом уже не могут набрать вес и попадают к психиатру хорошо, если вовремя. Потому как анорексия, нарушение пищевого поведения это смертельно опасное заболевание. Дальше. Это болезненное отношение к реальному незначительному физическому недостатку. Ну, например, вариант, когда прежде чем выйти на улицу, нужно замазать все веснушки до одной тональным кремом, ну, еще надеть какую-нибудь шляпу, чтобы никто не видел. И если тебя кто-то с веснушками увидел, то это просто катастрофа и слезы на три дня. Вот такого вот уровня проблемы. Ну, и чрезмерное одностороннее увлечение, если они идут в ущерб учебе и общению. Ну, компьютерные игры, когда уже слетает учеба, гигиена и все на свете. Вот к нему. Ну, и теперь самое сложное в этом процессе это снять страхи родителей. Какие страхи? Первое. Прошу прощения, презентация ведет себя как-то так очень своевольно. Наверное, у нее расстройство поведения. Итак, первый страх. Если только обратимся к психиатру, обязательно поставят на учет. Во-первых, обращение к психиатру добровольное. только с согласия родителей и самого подростка. Допустим, если ребенку 15 лет, то он должен дать свое согласие. Не добровольно, если ребенок уже угрожает очень активно безопасности окружающих, и то это довольно сложный процесс. На учет поставить... Ну, да, то есть районный психиатр, он карточку заводит, но в данный момент есть еще много часто практикующих психиатров и психотерапевтов. Ну, и честно говоря, будет здорово, если у вас всегда будет под рукой номер телефона хороших проверенных специалистов. По своему городу я могу назвать, например, если меня родители спросят, кому везти. Я парочку фамилий назову и даже охарактеризую врачей. В вашем городе такие точно есть, потому что есть хорошие доктора везде. Следующее, что страшно. Если один раз обратился к психиатру, об этом узнают все. То есть психиатр после приема тут же будет звонить во все инстанции, что ребенок с родителем был на приеме. Но по закону соответствующему ему это запрещено, и он так делать не будет, иначе потеряет свою работу просто в один момент. Третье. В детстве обратились к психиатру, потом не дадут права, разрешение на работу и так далее. Как сказали сами психиатры, взрослую карточку заводят с нуля, а детские при этом в расчет не берутся. Конечно, если нет ничего серьезного и диспансерный учет, это, ну, допустим, такие вещи, как детская шизофрения, биполярное расстройство, но лучше, наверное, такому человеку за руль не садиться. Ему же лучше будет. Ну и самый страшный страх, когда мамы говорят, что закормят таблетками и превратятся в овощи. Ребенок. На самом деле, ну, немножко наблюдая со стороны, да, то есть у меня есть детки, которые наблюдаются у психиатров, принимают препараты. Современная психиатрия, она идет семимильными шагами, и вот те препараты, которые когда-то превращали в овощи, сейчас уже не используются. То есть новое поколение препаратов, они действуют гораздо мягче. Есть, например, препарат, но я назову, не для рекомендации, вот самый страшный препарат, которым пугают, какой психиатрический, вот прямо им пугали всех годами. Я благодарна за спасибо, я все дорасскажу, Татьяна Викторовна, у меня, наверное, дольше получится, вы же нас потерпите, да ведь? Вот, каким препаратом годами пугали? Ну, ладно, галоперидолом называется, вот, и есть еще такие серьезные препараты, вот, что сейчас делает фармакология? Они препараты вот этого же класса, но более безопасные, запечатывают в такую маленькую капсулу, непереваримую, в капсуле есть дырочка, и через эту дырочку в течение суток по микродозам препарат переходит в кровь. То есть идет такое вот постоянное влияние препарата, но оно мягкое, ребенок живет нормальной жизнью, он не овощ, все прекрасно. Вот, ну, и хорошо бы знать вот еще, эти сложные слова, простите меня за то, что кусочек нервов в фармакологии вам расскажу. Что обычно назначают? То есть, те препараты, которые я назвала, назначат в последнюю очередь, когда уже совсем все-все плохо. Обычно назначают наотропы, то есть препараты, которые стимулируют умственную деятельность, и мы сами их иногда принимаем, тем более, что многие безрецептурные. Это всеми любимые пироцетан, кортексин, церебролизин, пантагам, энцефабол и другие из этой же группы. Дальше, адреносимпатомиметики, это препараты, которые назначают, если у ребенка там газ с тормозом внутри перепутался, и они могут либо стимулировать, либо притормаживать работу центральной нервной системы. Интересное такое название, миметики, то есть они притворяются настоящими человеческими гормонами и вместо человеческих гормонов регулируют деятельность ЦНС. Ну и самых популярных это стратера. Дальше, транквилизаторы. Если ребенок очень нервный, беспокойный, тогда назначают что-то из этой группы. Диазепам, феназепам очень редко и в сложных случаях, потому что они очень такие действенные. Чаще всего дети приходят с назначением фенибот или триоксазин. Антидепрессанты это препараты, которые избавляют от подавленного настроения и депрессивных состояний. Здесь есть одна тонкость и, наверное, раз я решила рассказать, кому-то это будет важно. Когда начинают действовать антидепрессанты, высокий риск суицида. Вот именно в момент начала лечения. Тоже об этом помните. Ну и еще все неврологи с огромным удовольствием выписывают адаптогены, то есть вещества, которые помогают ребенку адаптироваться к организму ребенка. Это женьшень, эллиотерокок, радиола розовая, ну и всякие прекрасные лечебные травки. И если уже все очень плохо, если у ребенка идут психозы, тики, если у него есть ужасная неконтролируемая агрессия, тогда уже выписываются антипсихоптики или нейролептики. И название говорить даже не буду. Это препараты рецептурные. Никто в аптеке никому их не даст. Просто так. Только по рецепту. Вот. Для чего это нам надо? Если вы в хороших отношениях с родителями, то вам в конце концов они принесут заключение от невролога. И вот вам это заключение нужно будет расшифровать для себя. То есть чего там невролог сказал, чего нужно делать. Мы с вами сегодня попробуем это сделать. И какие воспитательные методы мы можем добавить, чтобы поддержать вот эту работу другого специалиста. Так. Ну и вот он сам детский невролог. Мы его все знаем. понятно, что человек, который наблюдает за физиологией центральной нервной системы и неврологи обычно детей смотрят в определенные периоды. Но если пошло нарушение зная и бодрствования, изменение тонуса, изменение аппетита, нарушение координации, то есть ребенок, у него кружится голова, его заносит, нарушение развития речи, головные боли, навязчивое движение, мы бежим к этому доктору и он выписывает свои таблетки. Психотерапевт, детский психотерапевт, очень уважаемая мной профессия, это тоже врач, который имеет дополнительную подготовку в области психотерапии. И здесь уже решаются поведенческие проблемы, такие, например, как ребенок не умеет дружить с другими детьми, часто ведет себя агрессивно, пассивно, или есть какие-то вещи, как энурез, нервные теки и так далее, тревожен, провокативен, либо если у ребенка была серьезная травма, и мы об этом знаем, сексуальное насилие, физическое насилие, может быть гибель близких людей на глазах, у него развод родителей и так далее. Ну и вы можете спросить, почему пересекаются области психиатра и психотерапевта, потому что они обычно работают вместе, то есть психиатр дает медикаментозные препараты, а психотерапевт назначает психотерапевтическое лечение, и часто бывает один в двух, потому что знакомые мне специалисты, они имеют квалификацию психиатра и психотерапевта и вполне успешно делают и то и другое. Ну и нейропсихолог, я по второму психологическому образованию нейропсихолог детский, это отрасль психологии, поэтому нейропсихолог не врач и это не медикаментозный метод помощи. Нейропсихолог занимается развитием и коррекцией психических процессов, то есть врачи полечили, а мы как бы тренируем как тренеры. Можно натренировать внимание, память, мышление, можно натренировать усидчивость, например, умение себя останавливать и много-много чего еще. Вам могут тоже принести листочек с отзывом про консультацию с нейропсихологом и там внимательно посмотрите на заключение. Обычно нейропсихологи пишут так, что всем все понятно. про первый, второй, третий блок головного мозга наверное уже все знают. Если нет, тогда много вебинаров на эту тему и в том числе на этой площадке я тоже читала, значит записи он и есть. Ну и время у нас уже и стекло к сожалению и так вот просто покажу например как можно я еще практику хочу дать подождите не разбегайтесь как можно например комплексно вести ребенка с СДВГ. Понятно, что мы в одиночку ничего не сделаем и если мы заподозрили у ребенка СДВГ тогда с чего мы начинаем. Видим вот такие вот жалобы снимаем запрос подозреваем что это СДВГ проводим свою собственную диагностику не медицинскую а педагогическую психологическую есть анкеты для диагностики СДВГ для детей для родителей и они просто их заполняют. Если по анкетам высок риск СДВГ отправляем к доктору к неврологу но и не зря отправляем потому что обратите внимание слева энцефалограмма здорового ребенка нормотипика справа энцефалограмма ребенка с СДВГ вот работа мозга на энцефалограмме отличается вот так невролог ставит диагноз и невролог же проводит дифференциальную диагностику чтобы отличить СДВГ например от особенностей темперамента невроза побочного эффекта лекарств опять тех же заболеваний щитовидки генетических нарушений и так далее дифференциальная диагностика есть и дальше уже идет медицинское сопровождение например моотропы адреносимпатомиметики и какие-нибудь добавочки там магния омега-3 и так далее все назначает врач и ни в коем случае не мама и не педагог психолог делает психологическую коррекцию и помогает натренировать функции которые у ребенка пока просели это контроль своих действий и планирование речевые программы и так далее ну и педагог в это время организует педагогическое сопровождение каким-то образом влияет на этого ребенка помогает регулировать избыточную активность делается это правда очень просто и детки которые хотят быть послушными но не могут из-за гиперактивности легко справляются с помощью ну например таких пупырчатых игрушек поп-ит которые в моде были совсем недавно вот или легко справляются если их пересадить со стула например на мяч прыгунок на каких-то занятиях он на нем прыгает 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 но никому не мешает и тему усваивает что нам и требовалось вот ну и дополнительно если у родителей есть время деньги и желания можем предложить нейрокоррекцию бостерапию арт-терапию кинезиологию все пойдет на пользу подождите будет практика и мы же поддерживаем родителей объясняя все про это состояние и помогаем им организовать жизнь ребенка очень хорошо помогает комплексная работа правда очень здорово и дети становятся совсем другими и хорошими вменями ну и еще клиентский случай я говорила который меня поразил насколько связано тело и поведение вот буквально недавно на группе ребенок сонный бледный он говорит я не высыпаюсь я ночами спать не хочу я ночами спать не буду я школу ненавижу я уроки пропускать буду мне там неинтересно а сонный вялый пошли обследовать через неделю приходит бодренький разве щеки ребенок включается в работу выдерживает все занятие спать не просится но с мамой в хороших отношениях я говорю что сделали она говорит мы начали антипаразитарную терапию недели хватило чтобы силы к ребенку вернулись эффективно кинезиология здесь очень эффективна если ребенку это нужно если это способ снять тревожность родителей то можно и не водить ну это уже другой разговор то есть хорошо бы про все дополнительные методы говорить с неврологом все таки сказать мы можем ребенку вот это вот это вот это вот это что нам поможет поэтому это как раз к доктору я тоже прохожу границу ну и практикум хотите же практикум да вот смотрите я вам читаю клиентскую историю это ваши коллеги предоставили очень любезно и в этой клиентской истории есть слова маркеры по которым мы должны насторожиться и уже сделать вывод о том что происходит я предлагаю вам сейчас я прочитаю клиентскую историю а вы пожалуйста в чат напишите какие слова маркеры вы увидели потом сверимся посмотрим кто что увидел итак мальчик 6 лет проявляет агрессию 2-3 раза в неделю соматически здоров развитие по возрасту дальше цитирую коллегу когда я пришла работать в ясельную группу то увидела что у него супер тревожная мама ребенок в группе обжег руки водой как бы еще при другом воспитателе и поэтому мама ходила утром вместе с ребенком мыть руки фраза мамы мне было его легче родить чем в детский сад отдать по утрам ребенок плачет а в течение дня все делает играет кушает спит хорошо но после пробуждения мокрая голова и наволочка с сентября 22 года в поведении ребенка происходят разительные перемены проявляет агрессию к детям и педагогам отказывается идти на прогулку и садиться на занятия если его кто-то из детей толкнул начинает бить с особой жестокостью при этом не умеет контролировать свое поведение может начать кидаться стульями ломать игрушки пинать калитку такое поведение стало проявляться каждую неделю даже 2-3 раза в неделю можете уже слова писать в чат слова маркера которые показывают что с этой ситуацией поведенческой связано пишите пожалуйста а то сейчас слайд убежит и дальше примерно в это же время мама сказала мне что сильно ругается с отцом мальчика и подала в суд на установление дней для его общения с ребенком ребенку сейчас 6 лет агрессивное поведение продолжается уже 6 месяцев в поведении проявляется суетливость неспособностью сидеть на одном месте нацелен на движение болтлив часто начинает отвечать недослушав вопрос с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях например на музыкальном занятии во время репетиции катается по ковру в ожидании своей роли если на физкультуре не поставили первым то может отказаться заниматься так тревожная мама очень проблемы в семье нужно заниматься мамой но это же опять таки границы мы же без запроса не работаем со взрослым человеком конфликт родителей увидели мокрая голова после сна браво кидаться стульями пинать калитку невроз уже предположение есть давайте мы все что мы говорим это с вопросительным знаком да это предположение которое мы можем подтвердить или доктор может подтвердить тревожная мама пора обращаться к врачу точно по какому поводу и к какому врачу развод родителей да крутится ерзает обращает на себя внимание не выходим из педагогической позиции не переключаемся в треугольник карпмана да не становимся ни жертвой ни преследователем ни спасителем наблюдаем со стороны начинает отвечать недодавшись окончании вопроса мокрую голову еще раз заметили так отлично только по МПК ага эндокринолог уже давно точно ну и давайте посмотрим вот они маркеры ай сейчас секундочку на первый слайд супер тревожная мама заметили все мокрую голову заметили разительные перемены заметили то что каждую неделю вроде бы тоже кто-то заметил сильная ругань с отцом ребенка да крутится ерзает и стремится быть первым стремится обратить на себя внимание ну и сложив всю эту линейку факторов что мы можем предположить что ребенок в общем-то здоров потому что врожденные патологии они бы раньше проявились дальше предлагаем обратиться к педиатру потому что потливость это может быть например дефицит витамина D или вегетососудистая дистония либо это проявление невроза как было раньше написано на слайдах смотрите врожденные патологии вряд ли потому что раньше ребенок был нормальным и изменение поведения совпало с изменением семейной ситуации можем предположить и будем абсолютно правы предполагая невроз и с этим предлагаем обратиться к психотерапевту ну а для себя оставляем какую задачу раз ребенок в неврозе то создаем спокойную среду полную постоянства и рутины все действия предсказуемы ежедневные ритуалы опоры хваливаем и подчеркиваем ценность вводим упражнения на расслабление детскую йогу что-то еще вегетососудистая дистония ну смотрите там же маршрутизация какая-то сейчас то есть это к педиатру он уже дальше к неврологу отправляет вот все ее лечат должен по-хорошему это вегет дистонию лечить психотерапевт потому что это психосоматика чистой воды вот то есть мы делаем свою работу создаем ребенку такое уютное гнездышко и ему даем знать что все нормально мир не рушится от того что папа с мамой ругаются и если тебя не взяли на занятие первым или вводить в игре первым это только потому что у нас есть очередь давай ты сейчас будешь ведущим в этой игре в следующий будет другой потом третий потом снова до тебя очередь дойдет то есть вот наш кусочек работы который мы можем сделать для этого ребенка ну вот и собственно говоря все то есть не надо конечно с каждым ребенком делать вот такую сложную работу Андрей я с вами согласна что это психосоматика ВСД это психосоматика но у нас пока диагноз ставят терапевты либо неврологи вы абсолютно правильно все говорите да в других классификациях нету диагноза ВСД таблетками лечить не знаю это за моей границей я таблетки не назначаю то есть с этим вопросом к врачу ни в коем случае даже не пытайтесь рекомендовать никакие препараты там психотерапевт решит вот моя задача была показать границы и показать как эти границы видеть и за них не переходить ну и я вам желаю всяческого здоровья желаю видеть границы оставаться всегда хорошими профессионалами с холодной головой с горячим сердцем ну и мир вашему дому пусть у вас все будет всегда хорошо до новых встреч всего вам самого-самого доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч у нас в следующем ребят